14 мая французский PSG объявил о том, что тренером клуба теперь станет немецкий наставник Томас Тухель. Тухель, который тренировал Боруссию, после чего и стал более известен широкой публике. За два сезона он выиграл всего лишь один кубок, но и та Боруссия намного сильнее, чем нынешняя Штеггера. Кто знает, возможно Тухель бы и добился большего, если бы нашел общий язык свадски. Возможно вас тоже удивило его назначение, ведь на пост главного тренера PSG рассматривали таких именитых тренеров, как Анчелоти, Йохимлев и даже поговаривали, что может клуб возглавить Венгир. Но выбор пал на Тухеля и есть мнение, что именно он выдвинул парижанам условия и перешел в этот клуб с тем условием, что здесь должен остаться Неймар. Так что Неймар остается и вот в подтверждение этих слов цитата президента PSG. Неймар никуда не уйдет 2000%. Итак, с Томасом подписали контракт на два года, что же он должен сделать? Выиграть чемпионат и кубок для руководства PSG конечно мало. Им нужна Лига Чемпионов. Таким образом PSG делает ставку на молодого, но интересного тренера. И вот его цитата. «Я с большой радостью присоединяюсь к такому замечательному клубу, как Парис Сен-Жермен. Я со своими помощниками сделаю все возможное, чтобы вывести этот клуб на высокий мировой уровень. Самый высокий». Еще он говорит о том, что он рад тренировать одних из лучших футболистов в мире. Вот еще одно доказательство, что ему нужен Неймар. Всем он нужен. Тухель сказал, что это для него самый большой вызов в карьере. Ну да, зато честно. Давайте вспомним, кого он еще до этого тренировал. Майнц, Аутсбург 2, юношеский Штутгарт. А что же бывший тренер Унай Эмери? Он признан лучшим тренером сезона французской лиги 1. Да, он выиграл чемпионат, выиграл кубок, суперкубок, но с главной задачей не справился. Роберто Манчини стал главным тренером сборной Италии. Вот фото с твиттера голубой гвардии. Манчини тут выглядит не очень счастливым, хотя ранее он говорил, что для любого итальянского тренера это честь. Да и сам Манчини рвался сюда. Теперь ему предстоит исправлять косяки и обязательно выводить сборную Италии на чемпионат Европы. Иначе, если ему это не удастся, это будет большой позор всего итальянского футбола. И ближайший матч уже не за горами. В конце месяца сборная Италии сыграет Саудовской Аравии в товарищеской игре. А затем со сборной Франции. И это будет настоящая проверка. Теперь за две недели Манчини должен сформировать состав сборной Италии. Понять, кто достоин, кто не достоин. Времени, конечно, мало, но он сам знал, на что идет. Ну и с другой стороны, кто ему мешал, будучи еще в Зените, делать наброски состава итальянцев. Ну что ж, заканчивается сезон. Сейчас посыпятся тренерские назначения. О двух из них вы сейчас узнали. Если вам информация показалась полезной и интересной, поставьте лайк. Подписываться. Ну тут думайте уже сами. Пока.